Здравствуйте всем! Мы рады, что у нас уже 10 турниров практически позади. Как вы все могут заметить, мы растем от турнира к турниру, все очень замечательно происходит. Мы очень довольны, что мы нашли поддержку не только среди единомышленников спорта, а также что нас поддерживают еще и различные торговые марки. У нас сегодня есть заявление, мы объединяемся и начинаем работать вместе, системно развивать данный вид спорта, в частности, ММА вместе с торговой маркой Паримач. Сегодня ее будет представлять Вадим Сюсюра. Прошу прощения. Да, кстати, Сюсюра, кстати, был большим человеком. Расскажите, пожалуйста, уже половина боев прошла, вообще как впечатление, что вы сможете запомнить? Мне, в частности, запомнились второй и вторая, пятая пара. Очень красочные были бои, несмотря на то, что возраст бойцов был невелик, ребятам было там по 19-20 лет. Мне очень все нравится пока что. Я хочу сказать, что сегодня у нас проходит 10-й юбилейный турнир. Очень сильный по файкарту, очень сильные соперники, вот, и очень все подготовлены. И вижу, что очень поддерживает сегодня у нас зал уже, скажем так, более, более такое агрессивный уже, то есть не спячий, как раньше был. То есть публика очень хорошо поддерживает бойцу, полный зал это, ну, может, не может не радовать. Поэтому, я думаю, мы на правильном пути у нас все хорошо получается. Хотелось бы к вам вопрос. В связи с чем решили присоединиться к команде и поддержать спорт? Я могу сразу ответить на вопросы, если можно, сразу скажу свою часть. Ну, во-первых, добрый день. Во-вторых, ММА это, мне кажется, один сегодня самых динамичных, развивающихся видов спорта. И сегодня он уже действительно стал трендом, популярным трендом. И таким образом мы, как торговая марка «Паримач», считаем, что, естественно, есть смысл поддерживать новые тенденции в развитии спорта. Поэтому мы и с большим удовольствием стали титульными партнерами этого турнира, смешанных единоборств, убеждены, что он будет развиваться. Вы видите, какой прекрасный праздник сегодня сделали организаторы. Я хочу пожелать удачи, новых побед это бойцам, ну и, конечно, нашим организаторам, тем людям, которые продвигают этот вид спорта у нас в Украине, также успех. Спасибо. Вадим, можно вам вопрос? По поводу того, что вы являетесь единственными в Украине, именно спорт, ММА, какие являются перспективы у ММА и какие являются… Я хочу сразу вас, коллеги, уточнить. В данной ситуации торговая марка «Паримач» является в Украине больше компанией, которая занимается медицинской поддержкой украинского спорта или в целом спорта. Вы знаете, что как так сложилось обстоятельство, что направление в Украине сегодня, если вы говорите о виде деятельности, мы не проводим, но мы считаем, что поддержка сегодня в целом различных видов спорта, в частности, и этого, она будет в перспективе способствовать большему интересу среди и молодежи, и в целом завоевывать все большую популярность. Вопрос руководства. У вас участвует много бойцов зарубежных. Насколько сложно будет работать с ними, и как они себя показывают? Ну, на самом деле, абсолютно несложно работать с иностранными бойцами. Мы же позиционируем себя как международная лига, поэтому это наша обязанность работать с иностранными бойцами. Все бойцы проявляют большое желание драться именно у нас в лиге. У нас очень много переговоров по поводу бойцов топ-уровня, поэтому мы очень довольны нашим сотрудничеством с такими странами, как Франция, Бразилия, США и рядом с другими странами. Есть какие-то планы, какие-то определенные страны, которые будут участвовать? Естественно, мы хотим выезжать и будем выезжать за пределы Украины. И если вы помните, мы до шестого турнира и выезжали за пределы Украины. Сейчас мы хотим обкатать нашу лигу на территории Украины для того, чтобы народ привык к ММА, на территории Украины, поскольку эта ниша в Украине была нетронутой. И параллельно будем развивать в Европе данный вид спорта. Еще недавно Вы анонсировали создание аматорской федерации. Вот сколько привлекает ли новых бойцов, насколько идут на турниры и выступают? Здесь надо разделять аматорский вид спорта и профессиональный вид спорта. Для этого мы и создали аматорскую федерацию, чтобы в любителях не дрались профессионалы, а у любителей была возможность реализовать себя в полном объеме в данном виде спорта. Но они могут попасть в себя? Естественно, если боец себя покажет и пройдет длинный путь, мы видим это как минимум в всеукраинских соревнованиях, в турнирах международных, чемпионатах мира, докажет, что он готов драться в международной лиге, опять-таки, то мы всегда рады подписать с ним контракт. Скажите, если не брать сегодня во внимание чемпионские бои, которые будут из тех бойцов, которые будут принимать участие или которые есть вообще на примете, кого могли бы выделить, которые заслуживают внимание, на которых можно ставить ставку, делать ставку? Я думаю, что мы не можем кого-нибудь выделять из бойцов, потому что они все для нас одинаковые абсолютно, потому что каждый боец проходит определенный путь подготовки и тоже приходит сюда для победы. То есть никто из бойцов сюда не приходит и не заходит в клетку для того, чтобы проиграть. Поэтому выделять кого-то… Конечно, мы сегодня выделяем три поясных боя за титулы чемпионов мира, потому что это важное событие. И все ребята очень непростые. Ну, конечно, будем поддерживать этих ребят, особенно чемпионов, потому что защищать титулы – это нелегко, скажем так. И есть ли вероятность того, что наши участники WFC поучаствуют в какой-то другой лиге, UFC или еще? Конечно, это как бы… У нас идут уже ряд переговоров там с ведущими промоушенами мира, поэтому мы просто не хотим отправлять туда наших бойцов, пока они не готовы. Когда они будут готовы, мы с руководством это все обсуждаем и вперед. Наш, кстати, боец с Молдавией Ион Куцелаба – это с нашего промоушена, то есть в свое время мы его подписали в UFC. Он дерется сейчас в Америке. Я бы хотел сказать, что параллельно даже сейчас в таких лигах, как ACB, дерутся бойцы лиги. Поэтому у нас часть бойцов, мы считаем, что нужно еще их докатать в лиге, а часть бойцов, в принципе, уже могут выступать в других организациях. Владимир, вопрос к вам. Это ваш 10-й юбилейный турнир. 10. Оцените, пожалуйста, уровень подготовки и организации по 10-бальной шкале, по вашему мнению. Я бы дал бы 20. Скажем так, 10 из 10. Поэтому, понятно, что есть всегда нюансы, есть свои какие-то моменты, но, скажем так, этого не видно. То есть общая картинка и полностью все. То есть организация, я скажу так, по 10-бальной 10. Все задачи выполнены, все задачи поставлены. Ну да, то есть ответ на этот вопрос, я думаю, переполненный зал, люди все довольны, то есть все супер. Я могу даже добавить, как титульный партнер и сегодня стали мы уже друзьями по развитию данного вида спорта. И просто как обыватель, который впервые на таком турнире, я поражен сегодня тем вниманием, которое есть со стороны, во-первых, жителей, ну, города Киева в частности, и качеством самого праздника, то есть шоу. То есть мы много сегодня проводили различных мероприятий и видели. И поэтому надо отметить именно высокий уровень подачи вот этого продукта, который сегодня, в данном случае данного вида спорта. И поэтому мы очень благодарны за то, что действительно не зря сегодня вместе. Ну а лично вы за кого сегодня будете болеть? Я, конечно, буду болеть. И тут же надо еще, вы профессионально спрашиваете меня, я буду за спорт болеть. Да, потому что он мне открыл совершенно, что это спорт очень честный, мужской и силовой, это понятно. Мне казалось всегда, что он очень травматичный и жестокий. На самом деле мы видим, что это действительно, он имеет право на жизнь и популярность у нас, потому что и правила достаточно следящие, и это здорово. Владимир, вопрос к вам. Вам в этом турнире удалось собрать одних из лучших бойцов и вашего промоушена, и других промоушенов, таких как Александр Лунда. Он выступал ранее, сейчас обратно вернулся, и он является самым опытным бойцом этого турнира. Как вообще проходила подготовка ПАД и подписывание бойцов на этот турнир? У нас есть очень маленький процент подписания именно на этот турнир. В основном мы ведем селицию и подписываем на долгосрочные контракты с бойцами. И как они подготовились, подготовились к этому турниру, это нужно у тренеров спрашивать. Мы не знаем. В нашей задаче это не входит контролировать процесс подготовки того или иного спортсмена. Но я думаю, исходя из пройденного маршрута, который пройден сейчас шесть боев, и тот же Лунда сейчас нокаутировал очень красивым ударом своего соперника, я думаю, и подтверждается, что он один из самых опытных ребят в Украине. Это подтвердил. И плюс подготовка у всех ребят. Все бои, которые прошли, подготовка у всех хорошая. Просто кто-то где-то больше, кто-то меньше, но в любом случае один выходит победитель. Генеральный партнер – международный бренд Немиров. Титульный партнер – Паримач. Грают они – выиграете вы. Квитки на концерт.ua